В эфире служба новостей Саров-24 в студии Марии Рунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Спустя четверть века в администрации собрались участники Первого городского совета народных депутатов. На субботник дружной кампании редакция канала «16» приняла участие в акции по благоустройству города. Вперед к новым победам! Хоккейный клуб «Саровинвест» провел очередной матч в рамках подготовки к предстоящему сезону. Далее расскажем обо всем подробно. 21 сентября 1993 года в Москве начались события, которые кардинально изменили жизнь нашей страны. Указом Бориса Ельца на Верховный совет и съезды народных депутатов на всех уровнях прекратили свою работу. В том числе и в Сарове. Спустя 25 лет участники Первого городского совета вновь встретились в зале заседания администрации. В последнее десятилетие 20 века в Сарове появился Совет народных депутатов, избранных на альтернативной основе. За время своей работы его участникам удалось добиться серьезных успехов в развитии нашего города. Вернуть Сарова его историческое имя, создать Первую городскую газету и многое другое. И поводом для встречи стало приятное событие. Нам удалось издать книгу, подводящую итог нашей депутатской деятельности в далекие 90-е годы. Полагаю, вы согласитесь, что главным нашим делом было кардинальное изменение статуса наших закрытых городов благодаря разработанному нами и принятому Верховным Советом России закону о ЗАТО. Не менее важно и то, что именно Совет народных депутатов смог вернуть в Саров духовную жизнь. Как вспоминают ветераны, организовать первый в истории города визит патриарха было непросто. Но они справились с этой задачей. Это был рабочий день. Никаких административных отпусков. Никто ничего не говорил, не делал. Никаких претензий за стороны руководства не было. То есть, все-таки высшая честь и разум присутствовал и у самых убежденных атеистов. Потому что гостеприимство такого высокого человека было искренним. Несколько часов подряд народные избранники первого созыва делились друг с другом своими историями из прошлого. Рассказывали о своей жизни после распада Совета и вспоминали тех, кто не пришел в этот вечер. За первый месяц осени в нашем городе произошло более 20 краж. Большая часть из них в отделах торговых центров и магазинах. Одна из последних произошла 18 числа. У двух сотрудниц продуктового магазина и сумок были похищены денежные средства. По предварительным данным, виновники – группа несовершеннолетних ребят, которые орудуют в нашем городе. В полиции призывают горожан быть внимательны, не упускать из виду свои вещи и не оставлять без присмотра рабочие места. Чем еще запомним с прошедшей недели сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. За минувшую неделю зарегистрировано 55 преступлений, половина из которых раскрыты по горячим следам. Среди них кражи, мошенничество, административные, бытовые правонарушения, а также мелкие хулиганства и убийства. Бытовая драма разыгралась в одной из саровских квартир. 23 сентября в 5.39 зарегистрировано сообщение гражданина С. о том, что в ходе конфликта нанес несколько ножевых ранений, повлекших к смерти. По факту возбуждено уголовное дело по статье убийства, а по статье угон сейчас проходит другой саровчанин. Подозреваемый открыл подручными средствами дверь машины, припаркованной по улице Бессарабенко. Сел в авто и отправился кататься по ночному городу. А думавшись, он всё же решил вернуть автомобиль. Раньше можно было сказать, что ты покататься, и статьи угона тебе не будет. Сейчас такого нет. Сейчас, если ты проехал там, не помню сейчас, сколько-то метров, то это уже угон. Из 15 ДТП, которые произошли на прошлой неделе, в двух пострадали люди. На улице мостовой водитель маршрутки, двигаясь задним ходом, совершил наезд на пожилую женщину. В результате пенсионерка была госпитализирована. Сотрудникам полиции предстоит выяснить все обстоятельства происшествия и принять соответствующие решения в отношении водителя маршрутки. Сейчас мы разбираемся, что она там делала, двигалась ли она по установленному маршруту, либо водитель с маршрута уехал по своим личным делам. Также под колеса автомобиля попал мужчина, который переходил дорогу около автобусной станции. Пешеход получил лёгкие телесные повреждения и после осмотра врачами был отпущен домой. Бюро пропусков и отделы режима РФЦВНЕФ переехали в новое здание. С 24 сентября обе организации ведут работу по адресу проспект Музруково, дом 4. График работы и номера телефонов остались без изменений. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий снова посетил Саров. В субботу владыка совершил божественную литургию в храме преподобного Серафима Саровского. После этого все её участники крестным ходом отправились на молебен, который прошёл на месте, где в ближайшее время начнут возрождать церковь в честь иконы Божьей Матери и живоносного источника. 300 лет назад она стала первым каменным храмом в Саровской пустыне. В 1953-м церковь взорвали. На минувших выходных в 15-м микрорайоне прошёл праздник двора. На пустыре у хоккейной коробки для жителей выступили вокальный ансамбль «Надежда» и молодые музыканты. Хендлеры из клуба «Акбар» показали, на что способны их четвероногие питомцы. А любители здорового образа жизни прямо на месте могли попробовать свои силы в сдаче нормативов в ГТО. Участниками праздника стали около 300 саровчан. Организаторами выступили депутаты городской думы Сергей Смирнов, Антон Ульенов и Алексей Городничев, а также Центр внешкольной работы. Саровчане приняли участие в общей городском субботнике. На акцию по благоустройству и очистке территорий традиционно вышли воспитанники школ и детских садов, сотрудники муниципального сектора и ядерного центра, военнослужащие и работники частных предприятий, а также неравнодушные горожане. К городскому субботнику присоединилась и редакция нашего телеканала. Два раза в год осенью и весной в Сарове проходят месячники по благоустройству. Другими словами, городские субботники. И на этот раз редакция телеканала «16» не смогла остаться в стороне от этого важного и полезного для родного Сарова события. Отложив в сторону домашние дела и заботы, вооружившись граблями, лопатами и метлами, сотрудники канала «16» отправились в соседний двор, чтобы вместе с жильцами убрать мусор и собрать опавшие листья. Природа подарила участникам субботника отличную погоду. И полезная работа на свежем воздухе в приятной компании стала еще плодотворнее. Я мог, кто-то бы сказал, поспать до полудня, погулять в этот прекрасный день, когда погода еще теплая, впереди холода, купить арбуз, который почти заканчивается в магазине. Но я здесь, среди, я считаю, счастливых людей. Рядом со зданием, в котором расположена редакция канала «16», находится просторный, но в то же время уютный двор. Силкина – 43, Александровича – 41 и Куйбышева – 23. Жильцы этих домов круглый год следят за состоянием внутридворовых территорий, клумбами, детской площадкой и зелеными насаждениями. Я здесь живу, живет мой сын, живут мои родители, поэтому на общее благо решил помочь убраться. Субботник, вот в этом дворе, хотя я в нем и живу, проживу впервые. Это проводил субботники в других дворах. Опыт моих других показывает, что действительно очень полезные мероприятия. Сотрудники канала «16» не только рассказывают зрителям о том, как в городе проходят субботники, но теперь и сами в них участвуют. Ради полезного и коллективного дела телевизионщики на время отложили камеры, микрофоны и программы по монтажу видео. Я считаю, что в городе должно быть чисто, точно так же, как и у себя дома, у себя в квартире. И нужно убираться, чтобы просто было чисто, чтобы детям было удобнее гулять, особенно вот на этой площадке. Коллективный труд, он же объединяет, как говорил Кот Матроскин. Поэтому, в первую очередь, сплощение коллектива – это такой тимбилдинг в каком-то смысле, общение с жителями двора. В рамках месячника по благоустройству в Сарове традиционно пройдут акции по уборке городских территорий, очистке поймы реки и посадке деревьев. Дарья Цапорыгина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Сезон отпусков уже закончился. Это значит, что многие спортсмены вновь возвращаются к тренировкам и готовятся к предстоящим соревнованиям. В Ледовом дворце состоялся товарищеский матч между чемпионом Нижегородской области первой лиги хоккейным клубом «Саров Инвест» и молодежной командой «Ракета», выступающей на Перце России. Поединок прошел в рамках подготовки к предстоящему сезону. На стороне одних молодость и юношеский задор, на стороне других многолетний опыт. Победа в первой товарищеской игре осталась за подопечным Виталия Пурева. Хоккеисты «Саров Инвеста» решили взять реванш и вновь встретились с «Ракетой» на Ледовой арене. Они более молодые, более шустрые, более быстрые, но не очень легко с ними играть. То есть приходится бегать много. И мы начали сезон буквально полтора недели назад, а они начали уже больше месяца назад. Став чемпионом первой лиги области в прошлом сезоне, хоккейный клуб ставит перед собой новую цель и усиленно тренируется. Кроме хорошей физической подготовки каждого спортсмена, важна и слаженность действий команды. В этом году мы планируем выступать в высшей лиге чемпионата области. То есть там уровень команд тоже посерьезнее. То есть посмотрим, проверим свои силы. Время усиленных тренировок не прошло даром. В этот раз матч завершился со счетом 6-4 в пользу победителя первой лиги области. Эквилибристы, воздушные гимнасты, клоуны, дрессированные кошки, собаки, пони, а также верблюд и перуанские анаконды. В Саров с гастрюлями приехал Ставропольский цирк Шапито «Шелковый путь». Всех ценителей этого вида искусства ждут в шатре в Центре парка культуры отдыха имени Зернова. Об участниках трупа и о том, чем удивляют артисты саровчан, расскажем далее. Магическая атмосфера цирка завораживает не только детей, но и взрослых, которые когда-то тоже были маленькими и с восторгом смотрели на арену. Воздушная гимнастка Диана Шималина детскую мечту превратила в реальность. И теперь ее работа – выполнять сложные трюки, взлетая под купол цирка на развивающихся полотнах. Ее выступление посвящено силе духа и тела. Наверное, о человеческих возможностях, риске, красоте, владении телом на неуправляемой ткани. Ольга Ватагина, отработав номер с собачками, уже готовит к выходу других своих подопечных. В этом сезоне трупа цирка пополнилась сразу двумя пони. Перед выходом на арену они также прихорашиваются, чтобы произвести на зрителей приятное впечатление. Его зовут Ибаро. Ему всего год и шесть месяцев. Он выполняет несложные трюки, но уже полноценный работник нашего цирка. Цирк «Шепито» «Шелковый путь» собрал под своим куполом артистов из нескольких цирковых династий и гастролирует по России уже девятый сезон, каждый раз представляя зрителям обновленную программу. В этом году Мишка, у нас замечательная Маша, красавица и умница, самый добрый медведь на свете. Захватывающие и поражающие воображения номера не оставили равнодушными ни детей, ни взрослых. Уже после первого отделения сравчане с восторгом делились впечатлениями. Мне больше всего в цирке понравились кошачки. Мне больше понравилась лошадка. Она очень сильная. Мы не ожидали, что очень много будет зверей. Дети в восторге. И взрослые тоже, я думаю, довольны все остались. Клон веселый. В общем, мы в восторге. В цирке отличная атмосфера и там очень классно. Цирк пробудет в нашем городе до конца месяца. И следующие выступления состоятся 28 и 30 сентября в 17.00. А 29 артисты покажут сразу два представления в 13 и 17 часов. Билеты можно приобрести в парке имени Зернова в кассе цирка. Наступила осень. Пора простудных заболеваний. И так важно быть во всеоружии. Натуральный мед укрепит ваш иммунитет. Всего одна ложка лакомства в день, и вам не страшны ни дожди, ни ветры. Простуды минуют вас стороной. Огромный выбор сортов меда в Ледовом дворце. Там начала свою работу выставка «Медовая феерия». Десятки сортов полезного и очень вкусного лакомства меда вы найдете в Ледовом дворце. С 24 по 26 сентября там проходит ярмарка «Медовая феерия». Пчеловоды Михайловы предлагают своим покупателям лучшие сорта меда со своей пасеки, качество которых они гарантируют лично. Приезжая в наш город, они внимательно следят за тем, чтобы ассортимент полезного лакомства удовлетворял каждого. Поэтому на «Медовой феерии» можно найти достаточно редкие сорта меда. Например, дальневосточный шмелинный мед. Он насыщен полезными веществами и идеален для больных диабетом. А еще любимый многими хвойный мед. На щитовидную железу хорошее действие оказывает. Потом против простудных заболеваний. Он обладает противовоспалительным свойством. Конечно, на ярмарке вы найдете и традиционный мед. Липовый, майский, цветочный, высокогорный и мед с акации, который полезен и подходит как взрослым, так и детям. Мед с акации – очень хороший мед. Он, во-первых, не кристаллизуется. Он очень долго стоит в жидком виде. И полезен детям. Аллергию не вызывает. В канун осени сезона простуд и вирусных заболеваний самое время позаботиться о своем иммунитете. И тут на помощь придет мед с продуктами пчеловодства. Например, хорош для профилактики прополисный мед. Мед диких пчел также содержит в себе продукты пчеловодства – соты, пергу, пыльцу. Он, кстати, представлен и в фильтрованном варианте. Ну и, конечно, на ярмарке «Медовая феерия» вам предложат и сами продукты пчеловодства – перга пыльца, маточное молочко и настойка прополиса на воде. Для детей очень хорошо сейчас актуальность смены температуры. Это как аэрозоль брызгает в горло. От насморка тоже можно ее применять. Потом, если ожоги, не дай бог, это тоже обладает противовоспалительным действием. Все сорта можно попробовать лично и остановиться на том, который больше понравится. Не пропустите! Ярмарка «Медовая феерия» работает в Ледовом дворце с 24 по 26 сентября. С 10 утра до 7 вечера. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Мария Ирунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова